В ночь с 13 на 14 января россияне отметили самый неоднозначный праздник – Старый Новый Год. Еще в прошлом столетии мы жили по двум календарям. Сейчас календарь один, но наступление Нового Года мы по-прежнему празднуем дважды. В канун праздника во многих регионах страны принято каледовать. В этот день взрослые и дети переодеваются в различные костюмы и с песнями, стихами и шутками ходят по домам. В Двомихайловском также решили поддержать традицию, существующее не одно столетие. На улице поселка вместе с календующими вышла и наша съемочная группа. Здесь самые разнообразные сказочные образы на кубанский манер. И коза – символ нечистой силы, и медведь – символ силы и мужества. И, конечно, невеста – символ чистоты и счастливых перемен. Сотрудники Дома культуры «Юность» совместно с новомихайловским хуторским казачьим обществом в этом году впервые решили подготовиться к аляткам всерьез. Заранее писали сценарий, разучивали песни, мастерили костюмы. Замечательное настроение, вот прям бодрое. Пойдем, повеселимся, повеселим народ, потанцуем, попугаем. У меня самое чудное настроение. Я готов развлекать всех подряд, и даже вас, если надо. И могу рычать, а могу не рычать. Нам хочется возродить старые традиции калядок, передать жителям наш задор, поднять им и пожелать хорошего настроения, пожелать благополучия и добра. Ходяйка, разреши поколедовать! Настоящее театрализованное представление развернулось в домах, куда заходили каледующие. С песнями, разбрасывая у дверей овес, они переступали через порог. Уже внутри веселые цыгане делали хозяевам шутливые предсказания. Выдавали замуж невесту необычной красоты. На месте проходило венчание пары. Вместе с девушкой шло приданное в виде козы. А чтобы избавиться от животного, а значит от всего плохого и несчастного в доме, хозяевам необходимо было откупиться. Ой, девушки, любим девушки! У нас новая квартира, поэтому в новой квартире это самое замечательное, наверное, происшествие. Я надеюсь, что этот год будет лучшим, чем был прошлый. Я желаю, я поздравляю всем с наступающим старым Новым годом. Я желаю всем прекрасного настроения, быть такими же оптимистами, как эти наши маленькие и большие артисты. Ну и всем добра, любви и терпения. По старым кубанским традициям в ночь с 13 на 14 января проходил праздник Миланки. Он считался временем разгола нечистой силы. После заката солнца до самой полуночи молодежь и подростки ходили по домам, отгоняя нечисть песнями и посеванием. Лучше, чтобы это были маленькие дети, потому что считается, что ребенок безгрешен. В ответ хозяева одаривали их пирогами, конфетами и другими сладостями. Опа, цепь! Первый пошел, капитан! Коляда! Коляда! Не за крошки! Мышком, мышком, эй! Коляда! Сейчас старинные кубанские традиции празднования Старого Нового года постепенно забываются. Колядующие не только еще раз напомнили о существующей традиции, но и подарили новогоднее настроение жителям Новомихайловского и самим себе. Организаторы представления планируют собраться и в следующем году и рассчитывают, что к ним смогут присоединиться все желающие. Поставим Новым годом!